Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Статистика десятилетия. В апреле будущего года по всей стране пройдет всероссийская перепись. Сертификат на обучение. Жители Чувашии смогут бесплатно обучиться цифровым профессиям. Память о войне. Поисковый отряд столичной сороковой школы стал победителем всероссийского конкурса. Налоговые льготы на 300 миллионов рублей. Эта цифра прозвучала на Координационном совете по развитию инвестиционной и предпринимательской активности в защите прав предпринимателей. Так в республике решили поддержать бизнес-сообщество в сложные для них времена. Одно из базовых условий стабильности региона – активная деятельность малого и среднего бизнеса. Чтобы предприятия не останавливались, а это возможный сценарий во время неутихающей пандемии, правительство разработало пакет определенных мер. В первую очередь они связаны с пониженным налогом на имущество, которое рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Было много предложений по снижению ставки. Понятно, что это приведет к выпадающим доходам бюджета. Мы уже в этом году по 2021 году один раз снизились с двух до полтора. И сегодня предлагается снизить еще в 2021 году до 1%, то есть установить налоговую ставку 1% с постепенным плавным увеличением до 2% в течение 5 лет. В большинстве субъектов России применяется ставка 2% от площади более 1000 метров. В 40 субъектах страны вообще нет каких-либо льгот для предпринимателей. По мнению руководителя Федеральной налоговой службы Мариной Петровой, это беспрецедентные меры. Предприниматели осторожничают, но в целом одобряют предложения правительства. Нам еще надо будет посчитать и посмотреть, как это повлияет на нас именно. Но то, что в период пандемии и всех сложностей экономических, которые мы сейчас испытываем, государство поддерживает бизнес, это мы отмечаем точно. Потому что ни разу за все время существования предприятия, 28 лет, мы такой поддержки государство не испытывали. В этом году действительно беспрецедентные меры поддержки, оказанные нашим предприятием, и они нам очень помогли в работе. То, что сейчас предлагается в отношении налога на имущество, в принципе мы поддерживаем. Я предполагаю, что в итоге у нас, несмотря на преференции налоговые, возможно оживление экономической деятельности и рост доходной части за счет налогов. Еще одно предложение – продлить налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП, которые применяют патентную или упрощенную систему налогообложения. Такая мера пока действует только до 1 января 2021 года. Кроме того, на уровне региона планируется продлить льготы для организаций, вошедших в перечень пострадавших от коронавируса. Мера поддержки, тот объем, который в данный момент предлагается предпринимательскому сообществу, он на самом деле один из, наверное, самых вольготных для предпринимательства. Для нас это возможность, во-первых, сохранить тех, кто сохранился, возможность создать новые бизнесы предпринимателей, сообщества, который в конечном счете сможет развиться, который сможет встать уже после такого тяжелого состояния и продолжить свои бизнесы, свою активность. И я думаю, что бюджет только от этого в перспективе выиграет. В ближайшее время проект закона о налоговых преференциях должен обсудить и Государственный совет Чуваши. На заседании обсудили и результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Напомним, что по итогам 2019 года Чувашия заняла 38 место. Министр экономического развития Дмитрий Краснов отметил, что для улучшения инвестиционной активности предприятий необходимо и сокращение бюрократических барьеров. Это ускорит проведение различных процедур, в том числе по выдаче разрешения на строительство, подключение к сетям, постановке земель на учет. Одна из задач – снижать административное давление и избыточное госрегулирование. Татьяна Молок, Вангришоклев, Республика. Жители Чувашии смогут получить персональные сертификаты, чтобы бесплатно обучиться в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Как это будет в нашем следующем сюжете. Уникальный шанс получить цифровые сертификаты выпал жителям 48 регионов России. В число них вошла и Чувашия. Собственно, сам процесс начнется 15 октября с 10 часов по московскому времени, одновременно для всех субъектов страны. Для этого нужно зарегистрироваться на цифровой платформе цифровойсертификат.рф, загрузить копию паспорта, копию диплома, выбрать образовательную программу и дождаться ответа от оператора в личном кабинете на платформе. А владателями персональных цифровых сертификатов могут стать граждане старше 18 лет, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или среднепрофессиональным образованием. Они получат возможность обучиться, либо переквалифицироваться в одном из ведущих вузов страны по одному из 22 направлений цифровой экономики в рамках программ дополнительного образования. Это может быть искусственный интеллект, программирование и создание IT-продуктов, 3D-моделирование, кибербезопасность и многое другое. Само обучение будет проходить на образовательной платформе образовательной организации. Это могут быть московские вузы, крупнейшие вузы России, также у нас есть чувашские образовательные организации, которые участвуют в данном проекте. Обучение будет проходить в ноябре в дистанционном формате. Онлайн-лекции, вебинары, тестирование. Продолжительность программ от 72 академических часов. После прохождения образовательной программы слушатели получат официальный документ о повышении квалификации. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика. Традиционная перепись населения все же состоится, но не в октябре этого года, а в апреле будущего. Подготовка к ней уже ведется. Всероссийская перепись проводится один раз в 10 лет. Она определяет точное количество людей, проживающих на территории страны. Корректируется национально-языковой состав, образовательные миграционные уровни, состояние брачной структуры. Очередная перепись населения будет проводиться впервые с помощью цифровых технологий. Это повысит скорость, контроль качества и глубину аналитики. Организация работы по формированию картографического материала, в частности цифровой картографической основы, для проведения переписи, и которая будет загружена на планшеты. Обходить все помещения, в том числе и прошедшие интернет-перепись, будут переписчики. Они будут использовать для опроса населения планшетные компьютеры со специальным программным обеспечением. Внести свои данные можно будет и онлайн. Для этого желающие должны будут зайти на портал госуслуги. Там откроют доступ к переписному листу через мобильное приложение. Заполнение возможно на 14 языках. Еще одним местом проведения станут пункты переписи населения. Всего в республике их будет 370. С 4 по 30 апреля будут работать стационарные участки, на которых могут переписаться граждане, которые не смогли переписаться на ЕПГУ или не захотели общаться лично с переписчиком. Стационарные участки у нас могут также располагаться в МФЦ. Для традиционного способа переписи, то есть обходом по домам, будут задействованы волонтеры и студенты. Правительственная комиссия ставит перед собой задачу сделать охват населения стопроцентным. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. Конкурс на лучший эскиз медали в честь строителей сурского и казанского рубежей проведут в Чувашии. Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании Кабинета министров. 80-летие трудового подвига в тылу отметят в следующем году. Памятную медаль получат те, кто так или иначе причастен к историческому событию. Эскиз предлагают разработать жителям. Лучший выберет конкурсная комиссия. Памятная медаль не будет входить в систему государственных наград Чувашьей Республики. Останет видом прочтения. В принятиях постановление повлечет финансирование необходимых работ. Данные выплаты присматриваются за счет средств бюджета Республики. В честь этой памятной даты в следующем году в Республике будет установлен монумент. Его строительство поддержит Минкультуры России в плане множества других мероприятий. Вопрос празднования трудового подвига строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей для нас является очень важным. Здесь уже достаточно большая работа запущена. И просьба, конечно же, здесь нам действовать достаточно планомерно. Правительство России выделило дополнительные средства на обеспечение жильем ветеранов войны. В год 75-летия победы – это знак глубокой благодарности, признательности тем, кто отстоял для нас мир. В Республику поступили почти 16 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Участники Великой Отечественной войны получат свидетельство о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. Ветераны должны получить жилье до конца этого года. По этой программе свое право уже реализовали 6 тысяч человек. Агроинновации двигают отрасль вперед. Как сделать молочное животноводство привлекательным для инвестиций направлением? Обсудили эксперты представители региональных министерств сельского хозяйства, бизнес-сообщества, члены общественных организаций. На базе одного из молочных предприятий Республики состоялась Всероссийская конференция. Без современных технологий сегодня трудно говорить о перспективах молочного животноводства. В каждом регионе есть свои наработанные практики. Но без взаимодействия специалистов трудно выработать единые подходы в решении общих проблем. Я думаю, что с большим удовольствием местные специалисты поделятся тем опытом, который мы внедрили. Поможем, тут что знаем. Мы сами ничего не придумали. Это мировой опыт. И его надо использовать. Сегодня в Республике молочное скотоводство одно из приоритетных. Если два года назад содержали 85 тысяч голов, то сейчас это число выросло почти в два раза. В ближайшие пять лет стоит задача нарастить поголовье еще на 10 тысяч. Для этого предстоит построить новые молочные фермы и модернизировать существующие. Посыл увеличить долю высокопродуктивного скота. В том числе и за счет покупки племенного молодняка. Его в прошлом году закупили в три раза больше – 1380. Во многом за счет государственной поддержки. Есть у нас субсидии, является и на приобретение племенного поголовья, на содержание быков производителей. Это для племенных предприятий. Здесь выделяют субсидии на литр произведенного молока. То есть вот интересный механизм. Есть поддержка стимулирующей, компенсирующей. То есть стимулирующая заключается, например, для тех, которые дают более 7 тысяч литров молока. Кроме того, в Республике с этого года предусмотрен механизм субсидирования затрат при строительстве мелких ферм от 200 голов. Начинающие фермерам могут на это рассчитывать. Актуален для нашей Республики и другой вопрос. Сегодня более 40% парка техники устарело. Обновление идет постепенно. Только в прошлом году приобретено 674 единицы. Но сельхозоборудование стоит недешево. И не все хозяйства могут его купить. Поэтому правительство Республики решило дополнительно выделить средства из республиканского бюджета на увеличение субсидирования затрат при приобретении аграрной техники с 15 до 40%. Уже в который раз специалисты обсудили возможность кооперации личных подсобных хозяйств в решении многих важных задач. Так, по подсчетам экспертов, в 2024 году планируется нарастить мощность переработки молока в два раза. Для сведения, в 2019 году в Республике произвели 422 тысячи тонн молока. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. В Республике действует запрет на курение кальянов в местах общественного питания. Все ли его соблюдают, проверила мобильная группа, в которую вошли представители торговли, администрации и правоохранительных органов. При курении кальяна высок риск заражения вирусными заболеваниями, в том числе и ковидом. Трубки и шланги – самая питательная среда для различных бактерий. Но кафе и рестораны продолжают предлагать посетителям кальяны. В ходе рейда в одном из кафе столицы республики были выявлены нарушения. Вчера в отношении этого объекта за нарушение запрета указан главы республики номер 166 пункт 5. Был составлен акт фиксации правонарушения. То есть на сегодняшний день мы видим повторное правонарушение. Мы вынуждены составить повторный акт. Дело будет отправлено в суд. Штрафы за нарушение ограничений немаленькие. Согласно кодексу административного правонарушения, индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 30 до 50 тысяч, руководителям юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Такие рейды будут проводиться регулярно. Но и жители тоже должны нести ответственность за собственное здоровье. В период пандемии лучше отказаться от сомнительного удовольствия. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Республика. Вчера в столице Чувашии на проспекте Мира произошла авария со смертельным исходом. Мужчина переходил широкую магистраль вне перехода и никуда не спешил. Несчастный случай произошел в 11 часов вечера на перекрестке у агрегатного завода. Как сообщили в управлении ГИБДД Почувашии, водитель «Вольво» совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости подземки. В результате пешеход от полученных травм скончался на месте. Личность погибшего устанавливается. Следственный комитет Почувашской республики просит оказать содействие в розыске пропавшего без вести Дмитрия Нелюбовского 2003 года рождения. По данным следствия, Дмитрий Нелюбовский ушел из общежития Вурнарского сельскохозяйственного техникума 22 февраля этого года около 12 часов дня. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид Дмитрию 15-16 лет, рост 158-160 сантиметров. Худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, глаза голубые. На правом предплечье с тыльной стороны татуировка в виде медузы размером 10 на 5 сантиметров. Следственный комитет Почувашской республики просит оказать содействие в поиске несовершеннолетнего. Анонимность предоставляющим сведения гарантируется. Телефон для предоставления информации вы видите на экране 66 24 88 или 02. К поиску готов. Военно-поисковые сборы под таким названием завершились в Челябинской области. Они носили конкурсный характер. Команда из Чувашии привезла серебро. О поисковиках из столичной школы номер 40 расскажет Юлия Важанина. Они ищут и находят. Днем и ночью в зной и в дождь участники поисковых отрядов работают в любых условиях. И все это для того, чтобы найти останки солдат советской армии, их одежду и предметы. Основная цель нашей организации это увековечить и отдать дань памяти всем погибших на полях сражений. И ребята занимаются тем, что пытаются воссоздать биографию своих родственников, которые участвовали в этих сражениях. В соревнованиях участвовали представители 35 регионов страны. Как признаются участники из Чувашии, самым сложным и ответственным для них стал конкурс «Эксгумация документирования работ». То есть вот мы сделали раскоп и мы видим бойца, мы видим в какой позе он лежит, можно сказать. То есть мы можем установить, каким образом он погиб и при каких обстоятельствах. Ну, мы можем понять, бежал ли он в бой или нес боеприпасы, или от чего он погиб, какую задачу выполнял. И это очень важно, потому что мы последние, кто его видит. Аня Потеева сейчас учится в 10 классе. На сборы поехала впервые. Конечно, историю Великой Отечественной войны все знают, но в реальности, как ты оказываешься в лесу, как ты окажешься рядом с оружием, это совершенно другое представление о войне, о том времени. И как-то формируется другое понимание, например, праздника 9 мая. Это ведь не только день победы, это для тех, кто воевал, для тех, кто жил в то время, это еще и день памяти погибших. Ты понимаешь, что, чтобы праздновать день героев, нужно сначала их найти, нужно сначала узнать их. Нелли Кириллова представляла команду в конкурсе музей одного экспоната. Рассказывала про большой плотницкий топор времен СССР. Мы этот экспонат для рассказа выбрали не случайно, а нашли мы этот топор в деревне Карабаши, которая была при строительстве Казанского обвода. Этот топор был очень важной частью при строительстве, поэтому для нас было очень важно правильно донести информацию, чтобы люди поняли, какой неимоверный труд совершили наши женщины и дети. Поисковый отряд «Беркут» занял призовые места сразу в нескольких конкурсах. И как итог, сразу два вторых места в общекомандном зачете в категории 14-16 и 16-18 лет. Юлия Важенина, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. Чувашия принимает финал пятого всероссийского конкурса красоты «Мисс Туризм России-2020». 30 красавиц России представляют свои города и регионы. От Чебоксар – 17-летняя Анна Логинова. От Новочебоксарска – 20-летняя Дарина Лебукова. От Чувашии – 16-летняя Дарина Богоявленская. Дарина в августе стала победительницей республиканского конкурса красоты и таланта «Мисс Чувашия-2020». Сейчас участница готовится к первому дефиле. Имя победительницы назовут 16 октября. Она получит диадему, денежный приз и возможность участвовать в мировых конкурсах. Лето в этом году продолжалось, можно сказать, 4,5 месяца вместо положенных трех. Осень оказалась не просто теплой, а самой теплой за всю историю метеонаблюдений. До этого рекордсменом считался 2016 год. Весь сентябрь и две первые недели октября температура была на 4 градуса выше нормы. Осень была поистине золотой, с солнцем, 20-ти градусной теплынью и без ночных заморсков. Эта приятная аномалия сохранится как минимум до конца этой недели. А вот с выходных станет гораздо прохладнее. Но для второй декады октября и это прекрасно. Синоптики прогнозируют большие перемены лишь в третьей декаде. Будет дождливо и ветрено. Зима со снегом придет в декабре. И, кстати, по долгосрочным прогнозам она выдастся морозной. Завтра и послезавтра в Чувашии сохранится пока еще теплая погода. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. Но уже подует ветер. Завтра во второй половине дня местами могут пройти кратковременные дожди. Это связано с прохождением холодного фронта. Ожидается, что дожди пройдут в пятницу вечером и в ночь на субботу. В субботу будет преимущественно без осадков, но уже станет прохладнее. Днем не выше плюс 7 градусов. В воскресенье снова ожидается дождливым днем и снова усилится ветер. Начиная с понедельника в Чувашии уже возможны осадки в виде мокрого снега. И температура воздуха будет составлять от 0 до 5 градусов в дневные часы. По ночам воздух начнет остывать до минус 5. В связи с предстоящим резким похолоданием водителям рекомендуется в ближайшие выходные поменять летнюю резину на зимнюю. Дело в том, что похолодание может оказаться затяжным, возможно, в отодлении снега, но в небольших количествах. Декабрь в этом году ожидается по-настоящему холодным. Температура воздуха впервые за 4 года в Чебоксарах может опуститься ниже 30 градусов на отметке. Это главные новости среды 14 октября. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова